Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях профессор, руководитель Центра биохронотерапии Виктор Александрович Борисов. И мы говорим о том, как правильно относиться к болезням и не болеть и быть здоровыми. Правильно, Александр? Правильно. Все-таки мы остановились на том, что очень многое зависит от самих пациентов и от врачей, от того, как они ведут с человеком беседу. Вот приходит человек с тяжелым диагнозом, а нужно сказать, что к вам обращаются именно люди с разными диагнозами, но вы известны как специалист, который прекрасно помогает избавиться именно от тяжелых болезней. Какими способами вы сейчас расскажете, как происходит это чудо, почему у вас люди выздоравливают. И когда человек слышит страшный диагноз от врача, то его жизнь делится на до и после. И то, что после этого диагноза, мне кажется, это ужасно. Это, конечно, шок и так далее. Вот к вам приходят такие люди. А что вы им говорите? Как вы с ними разговариваете? Ну, продолжая то, что вы сказали, это шок не только для пациента, но и для его близких. В Германии на законодательном уровне врач обязан сказать. Он может ошибаться, но он обязан сказать, вам осталось там жить месяц. Чем это связано? Это связано, в первую очередь, с материальными проблемами. Он должен... Врача или пациента? Материальными проблемами пациента. Но если врач не сказал, как у нас было принято при социализме, ушел от темы. У меня до сих пор, например, лечится один пациент. Его родственники попросили мне не говорить, что за проблема у него. А он до сих пор не знает, что это онкология. Я думаю, он догадывается, но тем не менее это не прозвучало. Ну, на самом деле, я считаю, что это ошибка. Только другой вопрос, что врач не Господь Бог, и он не может определять сроки выживания больного. Ну, а как это подготовить? Для этого и нужен психолог или психотерапевт. Для чего? Для того, чтобы... Ну, вы знаете, раньше-то до революции была система, там человек приходил в церковь и исповедовался. Да. Система исповедания, положим. А в настоящее время этого нет. В Америке, например, это заменено психолог или психотерапевт. Работает индивидуально, и это очень популярно. Ну, когда человек ходит каждый день или, там, я не знаю, несколько раз в неделю, и всё, скажем так, выкладывает все свои проблемы перед психологом. Ему становится легче. Станавливается легче, да. Это же элементарно. Это как исповедь. А тем более, когда человек заболел онкологией. До его сознания надо довести. Как себя вести, как питаться, психологически как устранить проблемы, и вы это прекрасно знаете. И поэтому мы и работаем в цепке с психологами и так далее. А в чём суть метода? На самом деле мы никого не лечим. Мы восстанавливаем иммунитет человека. Прежде чем начать работу с ним, мы снимаем иммунограмму. И по полученному результату уже назначаем высокотехнологичный метод лечения, который называется метод избирательной хронофототерапии. Он в себя включает два вида разрешённых применения метода. Первый – фотодинамическая терапия. И второй метод – биохронотерапия. И соединив это два метода, мы получили результат. Но предварительно в тело больного вводится препарат. Ну, вы знаете, о фитотерапии много, а у нас вводятся производные хлорофилы. И раковые клетки воспринимают вот эти производные хлорофилы как блестящее питательное вещество. Что на самом деле так оно и есть. Для клетки это лучшее питательное вещество. А после введения на какой-то период времени включается лазер. И вот это вещество начинает трансформироваться, ну, так же, как в природе. Распадаться хлорофил и выделяться активный кислород. Который через, ну, например, в природе что происходит? Солнышко попало на листик, хлорофил распался. И через поры в зеленом листике, который называется устица, выходит в атмосферу. И слиняется молекула А2. А онкологическая клетка, к несчастью для нее, не имеет пор. И освобожденный кислород начинает метаться по клетке, нарушая ее жизнедеятельность. Меня очень часто спрашивают, ну, все у нас любознательные, понятно. А как это? Я говорю, представьте себя большой онкологической клеткой. Значит, что делает раковая клетка? Она непрерывно, извините за выражение, жрет и размножается. И она хорошо поела, мы ее угостили. А после этого включили лазер. То есть, обиж солнышко. И что произошло? И в этот момент у нее начался метеоризм. То есть, такая революция в животе, что ей уже не до размножения. Представьте себя на ее месте. И почему-то это убеждает. Чем проще доносишь, я, конечно, никогда не достигну уровня Лены Малышевой, но все равно приятно. Есть к чему стремиться. Да, да, да. Приятно себя сравнивать с Леной. И это почему-то убеждает больных. А когда речь идет о биохимических механизмах, ну, мы знаем, например, что ретроциты, там, это переночки кислорода. И в эритроците кислород связан с железом. А вот как он отсоединяется и присоединяется, ну, я понимаю, что существует понятие для меня очень сложное. Как мы там, ковалентность, зависимость, ковалентность. Да, это уже за гранью понятия для простого человека бывает. Так самое парадоксальное, меня об этом спрашивают. Значит, у вас просто очень высокообразованные пациенты. Так самое смешное, нет. Нет? Чем ниже интеллект... Ну, они знают о валентности. Ну, да. Они спрашивают, как это, вот как там кислород проникает. И вот ты поди им объясни, и чем, я уже обратил внимание, чем ниже уровень, тем больше значимости. А еще, не дай бог, если человек обладает неким капиталом, ну, это вообще катастрофа. То есть, это к вопросу, скажем так, того, как человек относится к своей болезни, как он себя ведет, да, вот при... Абсолютно правильно. При посещении доктора. Это же его и разрушает. Вот. Потому что он заведомо не слушает ничего, и свою личность стоит выше, чем те врачи, которые... Чем свою болезнь. Абсолютно правильно. И мнение врача. И мнение врача. Да. У меня просто даже был заготовлен для вас вопрос, а, собственно говоря, в чем ошибка бывает, да, вот человека, который заболел и приходит к врачу, что происходит. Хорошо, то есть, метод понятен, то есть, это хлорофилл, это кислород, который разрушает раковую клетку, и на этом фоне иммунитет крепчает, и на этом фоне раковые клетки исчезают, и, собственно говоря, в этом и эффективность, видимо, вашего метода... Если проснулся иммунитет. Если проснулся. Да, если он проснулся, соответственно, он начинает атаковать. Вы знаете, что у нас масса градации иммунной системы там, ну, грубо это сопрессоры, киллеры, хелперы и так далее. Но вот киллеры или цитоксические... То есть, киллеры это убийцы, хелперы это помощники, да, переводятся. Абсолютно правильно, ага. Сопрессоры это поддерживают, то есть, распознают, созывают, хелперы кричат, хелп, хелп, созывают... Бегите, ребят, помогите, помогайте. А уже цитоксические или киллеры, они добивают врага под названием раковая клетка. Но самое смешное, я должен вам сказать, что этот процесс идет каждую секунду в каждом здоровом организме. То есть, так же, как эти туберкулезные палочки, то есть, раковые клетки есть в каждом здоровом организме, но они должны быть в определенной, просто нужной пропорции для здоровья. Абсолютно правильно. И когда ослабевает иммунитет, вот эта клеточка, которая сохранялась, начинает создавать себе подобных. А уже создав себе подобных, образуя некие конгломераты, это мы и называем опухоль. А опухоль, в свою очередь, вырабатывает некий фермент, биологический субстрат, который примерно можно сравнить, как самолет летит, он посылает сигнал, я свой. И уже иммунная система не видит врага. А когда мы, даже вот сейчас я должен сказать об этом, работаем вместе с химиотерапевтами, такое тоже бывает, то тогда мы, поддерживая иммунную систему, она начинает атаковать, ну, вы знаете, что онкологические клетки. Но химиотерапия, она просто убивает, и кто-то должен вычтить все это и вывести. А это, опять же, задача иммунной системы. И снова иммунитет. Вот к вам приходят люди после операции, после химиотерапии, люди, от которых уже отказывается официальная медицина, потому что она сделала все, что могла, использовав все свои, скажем так, ресурсы и механизмы. И человек остается один на один со своей проблемой. Мне кажется, что это очень страшно, в конце концов. К вам приходят часто вот такие оставленные люди, оставленные один на один со своей болезнью. И пройдя у вас курс реабилитации в вашем центре... И иммунокоррекции. И иммунокоррекции, да. Они возвращаются к жизни. Они начинают ходить на работу, они начинают заниматься спортом. Хотя их практически отправляли домой, ну, уже доживать, да, как мы говорим. Абсолютно правильно. Доживать, писать, как это называется, завещание, да, распоряжаться своим имуществом. И вот какое-то чудо происходит. И это настолько здорово и прекрасно наблюдать. Потому что, мне кажется, в вашем центре, помимо лечения, когда ты приходишь, там какая-то особая аура, я бы сказала, она психотерапевтичная. Ну, правильно, это основа. Очень психотерапевтичная. Поэтому вопрос к вам. Вы специально создаете вот эту психотерапевтическую ауру внутри вашего центра? Или, зная вас, ваш характер, вы такой человек очень открытый, добрый, участливый. И это происходит само собой, Виктор Александрович. Ну, во-первых, у меня кабинет никогда не закрывается. Вы это знаете прекрасно. И все, кто хотят задать какой-то вопрос, они могут заглянуть. Таких много, они к вам прямо вот в очередь. Иногда по несколько раз за период лечения. Более того, вы можете сравнить это с любым онкологическим центром, и вы поймете, почему это происходит. Еще один маленький нюансик. Создавая такую обстановку, те, которые имеют опыт лечения, они передают своим товарищам или там... Сарафанное радио, которое действует лучше всякой рекламы. Эффективнее. Мы никогда не давали рекламу. Только по рекомендациям. Да, только рекомендации. Или те, которые выздоровели, они рассказывают, передают свой опыт. Вот опять же, как тогда правильно, вот вы настолько мягко как-то ведете себя с больными, что они начинают чувствовать себя спокойно в вашем центре, в отличие от онкологических центров или других каких-то центров, где, конечно же, стращают. Ведь как бывает? Есть такое мнение, что диагноз, который говорит человеку врач, запускает, может запустить ход болезни. Например, то есть создаёт такое некое программирование. Это мнение психологов новой немецкой школы так называемой. То есть человек, например, приходит просто к врачу на обследование, на рядовое какое-то обследование. Чувствует себя нормально, хорошо. И вдруг врач после исследования говорит, батенька, так а у вас ведь проблемы, а у вас то-то, то-то, то-то и то-то. И человек говорит, как, как? Я вроде нормально себя чувствовал. И через день, через два у него начинают появляться симптомы, начинает что-то болеть действительно и так далее. Вот какова психологическая роль врача в общении с пациентом? Вот что можно говорить человеку, а что человеку нельзя говорить? Что можно сказать одному и что, возможно, нельзя сказать другому? Ну, я сторонник половины правды. То есть правда должна присутствовать, но не лобовая. Иначе психика человека не выдержит. И это не будет, ну, никак уж не на пользу пойдет человеку. Абсолютно правильно. На выздоровление. Это приведет к обратному результату. Но говорить необходимо. Почему? Да потому что, когда человек знает врага, он мобилизуется и начинает четко выполнять все требования. Прошу прощения. Можно выпить воды. Спасибо. Вот еще в Древней Греции считали, что главная роль врача – это лечение души больного. То есть успокоить человека, поговорить с ним по душам. А в наше время, когда в поликлиниках на прием человека в среднем отведено 12, да? Нет, 7. 7 уже? Да. Ну, то есть от 7 до 12 минут, я понимаю, когда практически исчезли семейные врачи. И сейчас, насколько мне известно, даже участковые, вот раньше был участковый врач постоянный, сейчас они могут меняться. Как тогда? Вот с кем человеку поговорить? То есть от кого он услышит? С кем поделиться? Более того, человек не может даже в семье все рассказать. Конечно. А близкие – это понятие относительное. Ну, могу примеры привести. Да, вот по вашему наблюдению, по вашей практике. Да, и поэтому, конечно, главный помощник – это… Есть такая профессор Фойер в Германии, и когда был конгресс онкологический, по реабилитации онкологических больных, она как раз руководила этим конгрессом. Ну, она как раз об этом и говорит, что с каждым пациентом надо работать индивидуально, а не с потоком, как Лев Троцкий перед тысячной толпой солдат. Ну, что за бред? Ведь у одного одни проблемы, у другого другие. И при том, у одного существуют такие-то осложнения, у другого они не существуют. И, к сожалению, вы совершенно правильно говорите, временные рамки – это не конвейер, это индивидуальная работа. Тем более, когда речь идет о тяжелом, в общем-то, таком серьезном заболевании. Хорошо, Александр Ильич, у нас программа подходит к концу, подводим некоторые итоги. Все-таки, что нужно делать, чтобы меньше болеть? Я понимаю, что быть абсолютно здоровым человеком в нашем обществе практически невозможно. Невозможно. И к этому надо относиться нормально и философски, не паниковать. Но нужно выбрать какое-то правильное отношение к своему здоровью и к болезни, ну, если уж случается и происходит это. Вот как правильно относиться к болезни, к своему здоровью? От чего или от кого зависит выздоровление человека? Вот, допустим, в вашем центре, особенно с серьезными диагнозами, сколько зависит от самого человека, а сколько от врача? Ну, я бы сказал, 50 на 50. Более того, значит, конечно, огромнейшую роль играет психологический климат. А мы куда ни приходим, извините меня, кроме ругания, мы ничего не получаем. У меня была одна пациентка, она из Канады прилетела, а они бывшие российские граждане. И дочка ее рассказывает, мне так нравится в России. Я говорю, а что такое? Я только на землю вступила, а там впереди меня мама с дочкой ругались. Они говорили такие слова, о которых я никогда не слышал. Ну, извините, это как шутка, а на самом деле так оно и есть. Потому что православная церковь запрещает мат. А потом вы посмотрите на... Запрещает скандалы и... Абсолютно правильно. А у нас по дороге едешь в машине, и то тебя никто не убережет от негатива, который сыпется с разных сторон. Ну, русских вообще повышенная тревожность, понимаете? Да, дело не в тревожности, дело в другом. Сама система больная. Вот я хотел сказать, что мы говорим, настройте себя на позитив. Мы говорим, перестаньте ругаться. Мы говорим, что существует работа, которая показывает состояние воды после того, как... Да, да, это правда. И меняется структура воды. Абсолютно правильно. От хорошего слова и от плохого. А внутри же нас... Мы же как огурчики на 90... Ну, на 80... 85 процентов. Да, да, состоим из воды. И когда нам говорят то, что нам очень часто говорят... Ну, извините меня. А если человек впечатлительный, происходит процесс саморазрушения. Я понимаю, толстокожая там чихнул и пошел дальше. Но их не так много, к сожалению, в нашем обществе. Вот ваше отношение к православной религии, к тому, насколько она может помочь человеку в выздоровлении. Я знаю, что вы так в хорошем смысле, можно ли назвать это сотрудничеством или просто общением. Я не случайно задаю этот вопрос, потому что появились некоторые данные, такие неподтвержденные, неофициальные, о том, что выздоровление даже от тяжелых заболеваний с помощью молитв, храма и плацебо, то есть это другая область, оно выше, нежели процент выздоровления в больницах. Как вы считаете, с чем это связано? У вас тоже высокий процент, очень высокий процент исцеления. Да, это связано именно с тем, о чем мы говорим. Первое, психологический климат. Второе, помните старую легенду про царя Медаса, у которого были ослиные уши? И приглашали парикмахеров, и после этого убивали каждого парикмахера. В итоге в стране не осталось парикмахера. Тогда нашли какого-то пастушонка, который овец стрих. Он постриг царя Медаса, и ему запретили говорить. И вот из-за того, что он держал внутри эту тайну, он стал чахнуть, чахнуть, в конце концов не выдержал, выкопал ямку и прокричал, у царя Медаса ослиные уши. А пришел другой, там деревца выросла. Пришел другой пастушок, срезал, сделал дудочку, дунул в нее оттуда, и вся страна узнала об этом. То есть вот этот негатив, который внутри нас, нас разрушает. И даже не негатив. Вот православная церковь, кстати, настраивает человека на совершенно другие отношения. Природа – это же дар Божий, на самом деле, наша жизнь. На смирение настраивает, отношение к болезням, к смирению или принятию, говорят. То есть если тебе дано это испытание, значит оно тебе для чего-то нужно и полезно на данный момент. Это испытание. Но это не значит, что ты можешь от этого умереть. То есть ты должен с этим справиться. Конечно. Поэтому существует ли вообще смертельный диагноз? Как вы думаете? Ну, все зависит от подхода, вы правильно сказали. И, кстати, я знаю людей, которые пишут книги о этих чудесных случаях исцеления. О чем тогда говорят врачи-онкологи? Что, наверное, он не болел. Как же он мог исцелиться? Да, наверное, у него неправильно поставили диагноз. Это лишнее подтверждение, что психологически правильный настрой приводит к таким чудесным случаям исцеления. Называйте это чудом. Но на самом деле чудо – это рукотворное. Я вообще хорошо отношусь к любому виду религии. У меня и мусульмане лечатся, и православные. Да, у вас достаточно много служителей. А, и раввины лечились двое в историческом. У вас лечатся и очень известные люди, очень богатые люди, и люди абсолютно простые, никому неизвестные. То есть вы, у вас всем открыты двери, и замечательно, что, скажем так, это происходит. И вот такой архиепископ Лука в миру Валентин Феликсович Воина-Есеницкий – это епископ Русской Православной Церкви, который возведен в Сан-Святых. Это известный врач, доктор медицинских наук и лауреат премии первой степени, сталинской премии первой степени, который был репрессирован и потом реабилитирован. Он как раз и пишет о том, в своих трудах, что о могучем влиянии психики больного на течение болезни, и вот это влияние состояния духа на течение болезни, что именно от этого очень многое зависит. И от врача, конечно же. Конечно же. И поэтому это очень важно, мне кажется, и настрой самого больного, и участливое отношение врача, что в вашем центре есть в избытке вот эту душевную... Знаете, потому что говорят, что вот верьте, да, вот вера. Но вера, она основывается на опыте. И мне кажется, когда приходишь в ваш центр, то человек получает эту веру. Даже когда он приходит туда, еще не веря в это, вот эта вера, она витает в воздухе, и человек как-то успокаивается, ему становится спокойно, надежно и уверенно, что он в надежных руках. Виктор Александрович, вам спасибо большое за вашу работу. Вам спасибо за такую оценку. Потому что это правда, и это есть. И желаю вам только, чтобы у вас были хорошие пациенты, которые шли навстречу вам и своему выздоровлению. Ваше пожелание нашим телезрителям, все-таки, что мешает человеку выздороветь, и что помогает? Как правильно относиться к болезням? Да, самое главное пожелание правильно построить отношение с таким, скажем, случаем, который произошел. Надо, во-первых, понять, а во-вторых, постараться перестроить свое отношение к миру. Ну, масса рекомендаций, которые приходится давать больным, включая и диету, и психолог постоянно работает, и лекарственное, и даже образ жизни, если серьезно. Почему? Потому что вы знаете, что люди, которые работают, ну, в качестве примера, работают ночами, они сокращают свою жизнь примерно на 10 лет. Ну, а наша передача подошла к концу, она тоже сократилась, поэтому спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Хорошо, что она утренняя. Да, хорошо, что она утренняя, но она у нас идет и в течение дня. Поэтому спасибо огромное, Виктор Александрович, рады были вас видеть в нашей студии, и спасибо вам за ваш труд и за то, что вы делаете такое замечательное дело. Спасибо. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был профессор, руководитель Центра биохронотерапии Виктор Александрович Борисов, и мы говорили о том, как правильно относиться к болезни, чтобы не болеть. Помните об этом, что еще и о том, что из любой ситуации, простите, всегда есть выход, и в этом вам поможет нить Ариадны. А еще вы можете смотреть нашу передачу на сайте Первой Образовательной в разделе «Передачи». Поэтому до встречи через неделю, а и обязательно будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok